Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Итоги Праймерис в Ликуде. Первые места у Нитаньяу, Эрдана и Эдлштейна. Коррупционный скандал поднял рейтинг партии НДИ на Русской улице. В ближайшую среду в Иерусалиме может выпасть снег. Исторический экскурс 10 января 1961 года. Завершен подсчет голосов на внутрипартийных выборах в Ликуде. Лидер партии, премьер-министр Израиля Венемин Нетаньягу, одержал убедительную победу на выборах председателя Ликуда. Его поддержали около 85% голосовавших. По итогам голосования избирательный список партии Ликуд на предстоящих 17 марта выборах в Кнессе 20-го созыва будет выглядеть следующим образом. Первое место Венемин Нетаньягу, второе место Гилад Ирдан, третье место Юлий Эдельштейн, четвертое место Израиль Кац, пятое место Мири Регеев, шестое место Сильван Шалон, седьмое место Моше Яолон, Зев Элькин на восьмом месте, Цахи Ганегби, девятое место и Дани Данон на десятом месте. Бенемин Нетаньягу, председатель партии, выразил удовлетворение результатами внутри партийных выборов, заявив, что именно такой состав нужен партии власти, которая продолжит управлять страной. Этот список поможет нам победить левый лагерь, возглавляемый герцогом и ливней, и позволит дальше вести страну нашим курсом, истинным курсом, Ликуда, заявил Нетаньягу. Политические обозреватели особо отмечают успех Мири Регеев, сумевший обойти на праймерис двух авторитетных министров Шалома и Яолона. В последнее время Регеев снискала народную популярность благодаря антиарабской риторике и постоянным перепалкам с Ханин-Зуаби. Еще одна особенность этих выборов – Моше Фейглин, известный правый активист, оказался лишь в четвертом десятке, тогда как все опросы общественного мнения про чат Ликуду не больше 24 мест в Кнессете. Русскоязычные избиратели были и остаются основой электорального потенциала партии «Наш Дом – Израиль», возглавляемой Авигдором Либерманом. На сайте Ньюз.ру завершился экспресс-опрос по теме коррупционный скандал накануне выборов. Проведенный опрос показал, что задержанные группы активистов партии «Наш Дом – Израиль» по подозрению в коррупции не только не привело к снижению популярности НДИ среди русскоязычных избирателей, но также несколько подняло рейтинг этой партии на русской улице. 70% опрошенных заявили, что их не удивило, что накануне выборов в Кнессет вновь стало известно о подозрениях в адрес руководства НДИ. Лишь 8% сказали, что удивлены происшедшим. 18% считают, что так ставить вопрос некорректно, выразив доверие полиции. Большинство респондентов, 58%, солидарны с заявлениями пресс-службы НДИ о том, что за данным расследованием стоит желание нанести удар по этой партии. 26% не приемлют подобную трактовку событий, 16% затрудняются с однозначим ответом. 19% полагают, что проводимое расследование завершится суровыми приговорами суда. По оценкам политологов, русская улица определяет примерно 20 из 120 депутатских мандатов в Кнессете. Таким образом, на сегодняшний день НДИ может рассчитывать на 8 русских мандатов. Ликуд на 3-4 русских мандатов, Бейт, Ягуди на 2-3 мандата, Кулану на 1 мандат, Ешатид на 1 мандат. Получение такого мандата блоком Авада плюс Хатнуа остается под вопросом. Британская газета The Guardian назвала президента Израиля Рувина Руби Ривлина одним из своих героев 2014 года. Газета высоко оценила деятельность давнего члена Ликуда за деятельность, сделавшую его совестью своей нации с тех пор, как он стал президентом. Как отмечает The Guardian, Ривлин продолжает борьбу с расизмом и отстаивает права палестинцев. Кроме того, издание похвалило его за оппозицию закону о еврейском характере государства Израиль и его заявление, в котором он назвал фанатизм болезнью Израиля, с которой необходимо бороться. Начиная со вторника в Израиле ожидается штормовая погода, значительное понижение температуры, сильные ветры и обильные осадки в северной и центральной части страны. Волны на Средиземном море будут достигать 4 метров. К среде снегопады дойдут до гористой части центра страны, где снег также останется лежать на некоторое время. В прошлом году снег в Иерусалиме выпал 12 декабря и пролежал почти что всю неделю. Не было общественного транспорта и не работали школы. Дети радовались, но для мерей города это было головной болью, так как многие дома остались без электричества и отопления на несколько дней, а в некоторых случаях, в некоторых районах на протяжении даже всей этой недели. Исторический экскурс 10 января 1961 года Израильское судно «Эгоз», контролируемое израильской разведкой «Моссад», отправляется из Марокко с 10 еврейскими семьями на борту, всего 42 человека, и следует курсом через Гибралтар. Судно в одиннадцатый раз совершает подобное путешествие, и все эти путешествия являются единой попыткой забрать евреев из Марокко, чей король Мухаммад V отказался разрешить им выезд. Чтобы попасть на борт судна, нужно было пройти 600 километров пешком под предлогом паломничества. Вскоре после отплытия на старое судно, обрушиваются огромные волны, и в три часа утра одна из них вскрывает его борт, словно скорлупу ореха. Судно затонуло буквально за пять минут. Все 42 человека гибнут. После публикации об этом трагическом событии на короля Мухаммада V оказывается международное давление, в результате чего он открывает двери для еврейской эмиграции. За три года 70 тысяч евреев покидают Марокко. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. Пишите нам ваши вопросы и пожелания по адресу на экране. Редактор субтитров А.Семкин